МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это очень популярный. И это понятно. Всего за несколько дней активных занятий участникам предлагается полностью изменить свое мышление и стать абсолютно счастливым человеком. Не сказка ли? Вопрос, можно ли вообще научиться быть счастливым? Внимание на экран. Закопаться заживо от проблем. Это не суицид, нет. Это тренинг личностного роста. Авторы подобных программ настаивают. Такие экстремальные упражнения самый действенный способ стать счастливей и спастись от депрессии. Уже несколько лет вся Россия сидит на тренингах. Наши сограждане регулярно записываются на всевозможные курсы личностного роста. Большинство из них, конечно, не предлагают живьем сыграть в ящик. И на первый взгляд они совершенно безобидны. Зов джунглей. Я женщина. Возвращение к себе. Точка опоры. Падение в бесконечность и путешествие по самому себе. Организаторы обещают клиентам, большинство из которых состоятельные люди, за несколько недель слепить из любого ученика, уверенного в себе и успешного человека. Однако для многих эти занятия заканчиваются госпитализацией в психиатрическую лечебницу. Есть и те, кто не выдержав эмоционального напряжения, заканчивает жизнь самоубийством. Ведь, как утверждают психиатры, большинство подобных тренингов работают по принципу тоталитарных сект и выкачивают из своих клиентов немаленькие деньги. С другой стороны, всех равнять под одну гребенку нельзя. Расти и развиваться – это здорово и необходимо. И посещение специальных тренингов может быть весьма полезным. Хочу просто для себя научиться, может быть, даже перед камерой выступать более спокойно. Ну и с людьми общаться более открыто. Занимаюсь уже, сейчас было четвертое занятие. Все очень нравится, очень много практики. Ну, очень хорошая, добродушная атмосфера. Для тихих, стеснительных и неуверенных в себе это просто находка. Еженедельные занятия, новое знакомство, радушная обстановка. Людей призывают поверить в себя и свои способности. Учат общаться и договариваться. Большинство тренингов, которые я знаю, они достойные, хорошие, интересные. Единственное, скажем так, ну, к некоторым тренингам не всегда готов человек. Всегда будет критика. Человек всегда критикует все новое, и особенно то, что он не понимает. Тренинги полезны еще и тем, что позволяют переосмыслить свои жизненные цели и вообще ход в собственной жизни. Говорят, иногда достаточно одного курса, чтобы действительно стать счастливее. И все же, можно ли научиться быть счастливым? С вами ток-шоу «Слово за словом», в котором право говорить имеет каждый. Я Алексей Шахматов. Спасибо, уважаемые друзья, за то, что вы пришли сегодня на этот разговор. Можно ли научиться быть счастливым? Ну, такой серьезный камень в огород людей, которые за зеленым подиумом, потому что здесь есть два представителя как раз цеха ведущих подобных тренингов. Наташа, скажите, у вас были случаи, когда люди, которые проходили через ваши тренинги, ну, не набирались того оптимизма, который должны были бы получить? Ну, наверняка. То есть полностью гарантировать от того, что все выйдут из тренинга, и как будто на них обвалился самосвал с пряниками, конечно, не может дать никто. И вот я сейчас смотрю, конечно, немножко с однобока сделан сюжет. Нет, я психиатр, и прекрасно... Психиатр? Прям с дипломом? Да, прям с дипломом. С мединститутом, и поэтому прежде, чем подойти к людям, я сначала решила свою жизнь, все свои проблемы. У меня есть муж, ребенок, мне хватает денег, и я здорова. И теперь я могу выйти к людям и с ними разговаривать. И если уж я делаю какие-то занятия, они не с обещанием, что я войду в вашу жизнь, и она у вас изменится. Я не мессия. Я просто смогла, и ты сможешь. Скажите, а вот как вы считаете, для того, чтобы вести подобного рода тренинги, необходимо психологическое образование для человека? Скорее, я бы даже сказала, медицинское. Нужно, потому что, когда ты приходишь в группу, и я тоже проходила через все эти тренинги, только здесь все собрано как-то, и курсы актерского мастерства, когда мы падаем спиной назад, и беды летом за двумя. И я падал тоже спиной назад. Все падали спиной назад. А кто не падал спиной назад? Это очень полезные вещи. Серьезно? Да, очень полезные. Поэтому мы с вами здесь и стоим. Нет, я сначала стоял, и думал, падал. Ну не важно. Ну, правда. Ну, очень важным здесь является то, что не только образование должно быть, но еще и должно быть контроль государства за всей этой ситуации. Потому что зачастую ведь под этими тренингами скрывается такая ситуация. Но государство здесь при чем? Ну как, государство должно оберегать своих граждан от, там, ведь возможно, ведь не только тренинг, но возможно же и какое-то психологическое и психотропное воздействие на людей. То есть фактически какая-то часть этих тренингов, это фактически секта, которая просто зомбирует людей. И просто человеку в течение, там, недели, двух, или сколько он участвует в этих мероприятиях, вдалбливается. Ты счастливый, ты счастливый. И больше он не выходит ни с чем с этого мероприятия. Он выходит лишь с тем, что он счастливый. А когда он попадает в мир, а как он счастливый? А он не понимает, как ему быть этим счастливым. То есть я правильно вас понимаю, это обстановка тренингов, создать некую стерильную ситуацию, да, в которой человек чувствует себя гармонично и органично. Но когда он попадает в реальный мир, он понимает, что мир-то другой. Конечно. Ему создаются некие тепличные условия, в которых на протяжении недели или двух... Все улыбаются. Абсолютно. Все улыбаются, все рассказывают ему, как все хорошо. И он заряжается этой энергией и думает о том, что выйдя в открытый мир и включив то, что ему сейчас научили, все будет так. Но на самом деле не так. Ну, грубо говоря, светофор всегда зеленый, всегда зеленый. Тебя всегда пропустят, если ты только шагнул на дорогу, он выходит на дорогу. А оказывается, бахаешься. А водитель-то, собственно говоря, он не проходил этого тренинга, и он не знает об этом? Сильный ход. Это всего лишь один вид тренинга. Теплый с мягким, да. Причем достаточно редкий. То есть нет, можно действительно создать такой тренинг, рассчитанный именно на вау-эффект, где всем будет нравиться, где будут эти мощные внушения, две недели подряд, ты счастлив, ты доволен. Но, в общем-то, в настоящее время, да, тренинговая, ну, скажем так, наука, да, шагнула далеко вперед. И большинство сейчас тренингов отходит из того, что когда счастлив человек? Человек счастлив, когда он живет так, как хочет жить. Если бы он мог в любой момент начать жить, как хочет, да, любой человек, и не нужны были бы тренинги. Но, например, человек хочет обладать таким навыком, как харизма. Хорошо, да, хочет обладать. Ну, и хочет харизму обладать, и все. И тут есть тренинг по харизме, он приходит, ему объясняют, да, как проявляется харизматичный человек, да. А можно сразу по ходу вопрос о том, сколько человек присутствует на этом тренинге? Ну, обычно, если мы говорим именно про тренинг, да, то есть тренинг подразумевает, в общем-то, на самом деле, это когда человек выходит, получив некие навыки. То есть, когда он получает только информацию, это иногда называется информационным тренингом, да, но это не совсем верно, да. Хорошо, тренинг харизма, расскажите мне. Значит, тренинг, опять же, можно делать разный, да, можно делать чисто информационный, тогда это просто как лекция, да, и тут может быть, как в любой лекции, неограниченное количество людей. Но там все люди разные на этом тренинге присутствуют. Ну, дело в том, что, когда преподается математика, люди разные, а математика одна. И да, и здесь то же самое, да, то есть харизма никогда не девается. А математика одна, мы работаем только вот по этим правилам, вне зависимости от того, какой ты человек. Но это невозможно, у кого-то такое, у кого-то такое возможно, по харизме. Вот по харизме. По харизме, давайте. Интересная тема, конечно. Харизма хорошая тема. Я уверен абсолютно, что у каждого человека есть некое предназначение. Мы личности, вот прежде всего личности, когда собираем мы личности, вот вы врач, вы давали клятву Гиппократа. Там есть удивительные слова, не навреди. Вот мне кажется, когда мы переступаем некий порог, я понимаю, что вы специалист. Возможно, кто-то из вас тоже специалист, психолог или прошел обучение. Но вы знаете, топтаться часто грязными сапогами по душе человеческой, вот это недопустимо. Это штучное производство. Есть правила тренинга. Вот в церкви, да, есть учитель, наставник, есть духовник, есть священник, есть личность, с которой он работает. Индивидуально. Индивидуально. Если проблема вышла, а харизматичность, ну не все священники харизматичны. И не обязательно быть харизматичным. Секундочку, есть помощь по запросу. Если человек, ему не обязательно быть харизматичным. Ну конечно, если именно конкретная личность хочет стать харизматичной, она идет на тренинг по харизмам. Это важно, потому что идет тема харизмы. Давайте эту тему еще раз. Смотрите, что интересно. Ведь все психологи, я в том числе, когда вы начинаете свою профессиональную деятельность, вы ведете тренинги. Это обязательный процесс личной идентификации тебя как специалиста. Посмотрите на наших оппонентов. Они все очень молодые люди. Значит, это вопрос их личной профессиональной харизмы. Да, пройти через тренинги. Наталья говорит о профессиональном и жизненном опыте. И это очень важный момент. Это личный опыт, я с вами соглашаюсь. Но причем здесь на поток ставят. Вы меня извините, вы тоже не бабушка. Я уже 8 раз дедушка и скоро буду прав. И у вас 6 детей, кстати. 6 детей, 8 внуков и скоро будет прав. Именно поэтому, имея в своей практичной деятельности очень много тренингов, веду ли я их сейчас? Нет. Зная их ограничительные свойства и способности. Прибегаете к другим формам терапии? Конечно, да. Вот о чем вопрос. Но ведь то, что делаете вы как психотерапевт, по сути, за исключением того, что это не групповые, а индивидуальные занятия, это в общем тоже тренинги. Нет. Ну как же нет? Это некая манипуляция с человеком, которая стабилизирует его эмоциональную, ну какой-то степень. Я могу ошибаться. Ну священник и психолог определяют, и психиатры тоже. Я работал долго на психиатрии, матрос, тишина, знаменитая. Он очень быстро определяет, с каким психотипом личности он имеет дело. И он понимает, что вытащить из него, сделать его жириновским, то есть харизматическим, не получится. И он четко показывает ему, вот где он видит его возможности, его ресурс. Ну это индивидуальная работа, а это не масло. Я проповедую на огромных аудиториях, вот я проповедовал, 300 тысяч было. Но я же не буду им говорить о конкретике, я говорю общие вещи Библии. Ну заповеди, одни и те же разные. Заповеди, конечно. Не убей, не укради, выступи ближнего, выступи врага же. Конечно. Ну и тут то же самое. Но каждый преломляет через себя. И я им не говорю, что вы будете все успешны. Экономисты, бизнесмены, политики. Ебал, раскройте свой подарок. Вот мы помогаем людям, которых признал Бог или кто-то. Давайте получим, давайте получим. Мультики для наших деток, крошка енот, улыбнись, ручью. Разве это не тренинг? Массовый. Самый массовый тренинг на свете. И у вас прихожане тоже в храме стоят. Далеко не ешь, точно единичные. Сейчас речь, знаете, о чем идет? Дело в том, что когда человек приходит в храм, он приходит по своей надобности. Который мог для себя сформулировать, и они у многих абсолютно разные. И не за деньги, господа. Когда ребенку включается мультик, ему включают его родители, которые являются его учителями, которые вводят его в эту жизнь. А когда тренер по какому-то, мы не берем там, любой личностный тренер, собирают аудиторию, 500 человек разных, где-то состоявшихся, где-то не состоявшихся, где-то пытавшихся состоять, абсолютно не изучая эту аудиторию. И начинает им вливать на общую массу, на кого это... Информацию. Информацию. Абсолютно верно. Но как на кого эта информация подействует, зачастую сегодня государство не интересует вопрос, а имеет ли этот человек образование. А чему он учит? Мошенничеству или нет? Вот о чем речь. Как телевизор тогда выбросить надо. Чтобы у нас не получалось, что мы инкубаторы по производству мошенников, инкубаторы по производству там... Это отличная идея. А вы можете, значит, личная идея? Вы можете, господа, вы можете контролировать эту ситуацию? Вот приходит к вам человек, вот там помятый жизнью, поломанный, или успешный, здесь было сказано, есть очень успешные бизнесмены, ну им нужно расти выше. Вы заключаете с каждым конкретно договор, где пишите, что вы ответственны наблюдать за ними. Нет, в том-то и дело. Пять лет, три года, что была стойкая ремиссия, вы знаете, даже с вами языком, стойкая ремиссия. И вы отлучили, если вы забыли, вложились, и, ребята, идите гуляйте. Более того, что этого они не обеспечивают. Прошу вас, Альяна. Более того. Коллеги, у нас, вы знаете, явная проблема с терминологией началась, мы сейчас мух и котлеты, все, и теплое и мягкое в одну кучу запихали. Во-первых, я это говорю сейчас как тренер, кстати, который 10 лет занимается тренингами, это не так много, я понимаю, у меня нет пока внуков, но я 10 лет занимаюсь тренингами, я веду для больших компаний, российских, международных, в том числе бизнес-тренинг, которые не сюда абсолютно попадают. Люди приходят учиться навыкам. Мы сейчас говорим про личностный рост. Это другие. Это другие. Мы говорим про личностный рост. Давайте убрали, убрали, все, оставили личностный рост. Теперь личностный рост, смотрите, что есть метод той же психотерапии, вы же в психотерапии не даете советов, вы работаете через человека. То, что сейчас стало модным словом коучинг, например, сейчас куча коучей понавыпускалась, да, которые два дня учились и стали коучами, а кто-то 5 лет учился или 10 в психотерапии, да. Вот, коучинг работает не через совет, а через вопросы, через самого человека и из него, так же как, в общем-то, я думаю, профессиональный священник. вытаскивает из человека его содержание, что человек чувствует, он не говорит ему, как надо жить. И вот это есть правильный метод, потому что продуктом навыкового тренинга является навык развитый, а продуктом тренинга личностного роста является инсайт, осознанность, понимание. Коллеги, простой вопрос. Вы стоите как тренер спортивный, перед вами 4-летний ребенок, толстая бабушка, полимелитный инвалид и еще два бизнесмена. И вот вы стоите секундомером и гласит ваш тезис, главное, мы всех сделаем рекордсменами. Это вопрос к харизме. Вы понимаете, что у них будут разные результаты, что с каждым нужно индивидуально работать. Будет рекордсмен по детям, рекордсмен по бабушкам, рекордсмен по толстым, рекордсмен по полимелитам, будет 5 рекордсменов в своей категории. Другими словами, ты получишь ровно ту харизму, на которую тянешь. Которую тянешь, конечно. То есть не получишь. Разница, коллеги, между хорошим тренингом личного роста. Ребят, это же лукавство. А харизма только не получил. Я же иду не для того, чтобы в своей конуре гномии быть главным. Я же хочу блистать на лучших площадках. Я же хочу харизму а-ля Жириновский. Нам надо музыкальную школу закрыть тогда. Музыкальная школа тоже обещает всех, научу играть на фортепиано. Кого-то лучше, кого-то лучше. Но кто-то будет играть на фортепиано. Я знаю, что Лаки Ли прошел 3 фазы тренингов сам. Причем, короткая ремарка. У тренера, две студентки которого покончили жизнь самоубийством. Я даже знаю, у кого. Это очень серьезная ремарка. Я не хочу сейчас называть фамилию, но Лаки прошел именно там тренинг. Я могу сказать, что основные навыки, которые проходят с тренингов, это перебороть страхи. Спросите вот аудиторию. 90% аудитории не может сделать что-то из-за боязни, из-за каких-то страхов. Боязнь выйти высказать свою точку зрения. А боязнь быть осмеянным. Боязнь то, что ты не такой, как общество. Наше общество, к сожалению, с советских времен еще, оно под одну гребенку. Не высовывайся, говорят родители. Кто ты такой, говорят родители. Будь таким же, как все. Тише и спокойнее будь. Не всем так родители говорят. Мне, например, родители всегда говорили, ты лучше, ты не способен добиться большего. 90% людей, поймите серой массы, и тренинги, то вы правильно говорите, каждому Бог дает свое предназначение. Чтобы узнать свое предназначение, личность. А ответственность. Тренинги личности вороваются. Тренинги. Да невозможно. И воспитывает тренинги. Страхи уходят. Ты начинаешь быть ответственным. Ты берешь ответственность на себя. Ты двигаешься вперед. Ты становишься активным. Я отправляю людей со своих рабочих мест туда на деньги и наблюдаю за ними. Мы смотрим, что дальше. Люди больше открываются, становятся более открытыми. Это новый опыт. Новый опыт. Нет, любое общение, новый опыт. Конечно, командность улучшается, они друг другу помогают, поддержка вырастает. А есть ли у вас статистика того, какие результаты вообще от этих тренингов? Нет, ну, Алексей сказал, от суицидов. Вот есть ли у вас статистика? Вот вы говорите о том, что вы отправляете людей. Более того, для того, чтобы просто доказывать на самом деле и показывать остальным путь, я снимаю этих людей на камеру. Статистику. Скажите, пожалуйста, какая статистика? У меня 13 человек в прошлом году прошли тренинги. Все 13 сейчас активные. Все они хотят двигаться дальше. Они ставят цели. Они осознанно подходят к жизни. Остались с прежними партнерами личными. Они и поразвалились все. Статистика общая. Из людей, участвующих, из 100 человек, пришедших на этот тренинг. Средняя температура по вашей больнице. Это 13 человек вы отправили, это непоказательно. Вот хорошо, 100 человек учили на вашем тренинге. Я понял, я понял. Какие результаты? Нет, эти 2 самоубийца, а 13 выжили. А третья температура 36,6. Нормально. Еще раз, если мы говорим про тренинг личностного роста, но навыковый, например, что имеется в виду, да, который учат общаться. Неважно, там, с мужчинами, женщинами тренинг по общению. Это личностный рост, это не бизнес, но это навыки, да. Значит, при навыках в тренингах используется в основном так называемая бихивористика, да. Это обучение через какие-то поведенческие модели, и уже дополнительно она обычно усиливается, там, внушениями, медитацией, в семью, эриксоновских гипноз, упражнения, там, упражнения прорыва, там, да, осознания. Значит, вообще, в принципе, в среднем бихивористика дает 40-процентную эффективность. Я имею в виду серьезную. То есть 40% мы получаем довольно чисто за счет использования ее. Еще процентов 30-40 добиваются за счет либо вот других воздействий, да, ну, к примеру, эриксоновского гипноза, либо медитации, либо упражнений специально на самоосознание, да, либо проходит, допустим, повторно. Денис, я могу добавить. Ну, они хотя бы осознают, потому что мы с вами находимся. В этом есть глубинные психические механизмы, да, поэтому это логика. Это используется, простите меня, любым существующим, любым духовником. Не потому, что он закончил какое-то, получил образование, а он профессионал, приобретенный новый навык. Объясните такой вещь. Потому что если результатом является самоосознание, я могу сказать, что вот я часто задаю вопрос на своих мероприятиях. Кто понимает вообще, чем он занят? Кто понимает, куда ему? Кто понимает свое то самое предназначение? 90% людей не понимают. И тренинг во многом, тот же самый личностный рост. Вот чем вот эти тренинги, о которых сейчас девочки прыгали, вот это все. Это все началось с лайф-спринга, которые переврали, устроили вот эти сектанские истории, где одни тащат других и так далее. Давайте будем в дальнейшем. В этом, сейчас, 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 в закончу. Без тренинга. В этом проблема. А когда человек после тренинга понимает, он понимает, какие у него сильные стороны, какие слабые, куда ему дальше идти, как развиваться, это прекрасное дело. Вы знаете, я вам сейчас покажу, господа, я вам сейчас покажу маленький эпизод из тренинга. Давайте. Как это происходит? Человек должен понять свое желание, что он хочет на самом деле. Происходит это в следующем образом. Может быть, у вас иначе. Я просто говорю, как вот у того самого тренера, у которого занимался и Лаки, и я тоже. Кстати, этого тренера я звал к нам на передачу, в силу каких-то причин он не пришел. Так вот, как это происходит. Сидит студент, вокруг него группа поддержки, там 3-4 человека. Он закрывает глаза, и ему в 4 горла он начинает говорить, что ты хочешь, 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 что ты хочешь. Я тоже прохожу. Алексей, ну, это все, что мы дали, это жуткий космар. Плюс еще за деньги немалые. Это не все. В результате, в результате, человека должно озарить. Ну, и большинство озаряет, давайте будем. И он понимает, что он хочет. Другая история. Вам предлагают написать план вашей жизни на 25 лет вперед. Кто написал? Сегодняшний день. Сегодня у нас такое-то число, это же число следующего года и так далее на 20 лет вперед. Студент пишет, он говорит, ты приди в состояние определенное и напиши. Я написал себе, ну, какую-то кубинскую, ну, такой хемингуэльский пейзаж, я сижу за столиком, я сижу за столиком, ветер полосит в шторы, я пью мохито и курю сигару. Это моя прекрасная старость, да? Ну, как я ее так вижу, мне нравится. А чем плохо? Понимаете? Но где реальность? Нет, ну, пока и старость нет. Ах, вот оно что! Все не будет! Теперь скажите такую вещь. Для того, чтобы бетон застыл, надо, ну, 10 часов. И если вам скажут, приходите к нам, у нас бетон застывает за 15 минут. Вы скажете, ну, это в раке, ребят. Как за три дня можно перековать человека, который всю жизнь воспитывался? Вот это как раз и главная проблема, потому что человек 30, 40, 50 лет, может быть, даже 20, он жил в определенных условиях, в определенной обстановке, у него сформировались обусловленности, реакции, какие-то автоматические, эффективные, неэффективные, разные. Он приходит вот на этот вот тренинг, на первой ступени ему там размывают немножко контекст, он потихонечку разъезжается. На втором ступени ему говорят в течение трех дней, какой он, простите, придурок, и как он неправильно живет. И вся группа на него, ты придурок, ты плохой, он такой, да, я плохой, что мне делать? Сейчас мы тебе объясним. И дальше ему задают вот эти вот самые вопросы, чего ты хочешь. Тренер подсказывает, чего надо хотеть. Он пишет контракт новый и пишет, я есть создающий, любящий такой-то секой. Мы помним, я писал, я тоже. И тоже был создающий, любящий. Но мы как раз и говорим об этом, что людей наших сегодня, которые не сформированы и не готовы, от этого надо защитить. Потому что, конечно, мы не берем под общую гребенку, что все тренинги плохие. Нет, есть огромное количество хороших тренингов, где индивидуально с человеком общаются, где помогают ему преодолеть какие-то проблемы. Но это больше психологические тренинги, когда работают индивидуально. Но ведь основная масса, когда в небольших городах российских приезжает московский заезжий тренер с кучей регалий, фамилий, которые люди даже не видели, собирает по тысяче или по две или по пять тысяч рублей. Собирают аудиторию и обещают им... По двадцать тысяч, знаете. По двадцать их, по пятьдесят тысяч. И обещают людям за три, за пять, за неделю стать самыми счастливыми на свете. Делает с ними то, что говорите вы. А после этого пропадает просто. И вот именно это то, и никому невозможно предъявить претензии. Потому что нет ни договора, нет никаких отношений выстроенных. Есть данные деньги, аренда спортзала, в котором проходило это психологическое воздействие на людей, полученная информация, которая сломала и без того тяжелую психику людей. И после этого мы получаем результат, суициды, после этого психиатрические больницы, которых нет в регионах. И потом после этого начинается стрельба и прочее, прочее, прочее. Вот она. Вот такой вопрос, чисто меркантильный. Сколько вы берете как тренер, если эта информация, вы не боитесь ее озвучить? Я не тренер, я владелец стриптиз-клуба, и я инвестирую деньги. Инвестирую миллион рублей в прошлом году, я проинвестировал в обучение своих сотрудников. Сотрудники с артистом клуба. 300 миллионов? 1 миллион рублей. 1. 1 миллион рублей. Вы имеете в виду это стриптизерши? Да, это артистские стриптизы, это менеджмент. Сколько стоит персонально? Вот со стороны. Не вы там как бизнесмен все оплачиваете, а вот человек, который придет со стороны. Вы имеете в виду, просто средняя цена курс в Москве? Средняя цена курса, да. Они стоят от 10 до 30 тысяч. Это просто рынок, да. Ну а может что-то дать двух дней? Гарантии. Ну что, общий или индивидуальный курс, или общее занятие? История, буквально два слова. Ну это же невозможно, просто не смешно. У меня был приятель, которого засыпало, к сожалению, лавины. Он выжил, его откопали через там 4 часа. Он полностью переосмыслил свою жизнь. То есть, мозг человека способен полностью изменить личность под воздействием обстоятельств, да, за несколько часов. Согласен. Поэтому можно. Как в одну, так и в другую сторону. Поэтому еще раз, можно ли изменить человека за два дня? Можно. Дальше стоит два вопроса. Первое. Кто и как это делает? Кто и может заранее, в какую сторону его собираются менять? Если ему четко говорят, смотри, мы тебя меняем в эту, 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 эту сторону. Хочешь? Он говорит, да. Денис, почему нет там? Ну что, может, не они меняют, а он меняется? Он может не понимать. Он может не понимать, куда вы его ведетесь. Того, кто не хочет меняться, поменять невозможно. Если его силой не приковать к батарею, не бить битой. Нет, подождите, человек может не осознавать, туда, куда вы его ведете. Поэтому это первое. Вы ему говорите о том, что мы тебя ведем в светлое будущее. Это первое, у каждого разного. Денис, а как вы определяете, она скажет, какой результат она поможет нам достичь? Денис, скажите, вот когда приходит человек, да, и вы говорите, вот за три дня путем сильных воздействий каких-то, я тебя поведу. Да, ну допустим. Ну допустим. Вы знаете, ведь для того, чтобы, ну есть такое понятие, анамнез, да, нужно собирать. Анамнез, да, то есть некая история болезни. Да, что, на что он способен, это довольно серьезная история. Психоаналитики тратят недели, месяцы и годы на это, да, чтобы понимать, с чем ты работаешь. Вы знаете, мне это напоминает, вот у вас забарахлил телевизор, да? Не телевизор, не телевизор. Вы к нему подходите, он в принципе сейчас может и починиться, да, если по нему треск. Вы неправильно понимаете, а может и сломаться. Не так, это примерно, что у вас, не знаю, свалилась со стены картина, и вам надо взять гвоздь и прибить ее молотком. И в принципе, тыкнув пальцем в стену, увидев, что это не бетон, а дерево, гипсокартон, там, пеноблоки. Вы понимаете, что это можно сделать? Ну, либо вы чуть сильнее ударите, да, по гвоздю молотком, либо чуть менее сильнее. А я в свое время, а я в свое время решил повесить картину. Что у нас там такое? Я взрослый человек, да? Реклама. С вами ток-шоу «Слово за слово», в котором право говорить имеет каждый. Мы говорим о возможности стать счастливыми. Вы знаете, бог с ними, с тренингами сейчас, потому что мы ополчились, но, ребят, но каждый занимается своим делом, и мы предполагаем априори, что люди собрались порядочно здесь. Да, и профессиональные. Но вопрос в другом. Можно ли стать счастливым? Да, помните, был старый фильм с Янковским «Влюблен по собственному желанию». Вот можно ли... Я хочу быть счастливым. Я хочу быть счастливым. Я не в состоянии поменять тот мир, который вокруг меня. Ну, вот он такой, да? Ну, такой он, что это поделаешь-то? Как в анекдоте про евреев. Надо научиться жить под водой. Еще на Олимпе боги нам завещали, что там каждый что-то сказал человеку. Вот ты это сделай, и будет тебе счастье. И никто здесь ничего не изобретает. Вот, например, я не делаю таких тренингов, чтобы была такая ответственность за людей. Я просто к женщинам прихожу, кстати, за абсолютные копейки. И когда ты уходишь, многие говорят, спасибо, что у тебя нашлось на нас время. Потому что очень многие люди ощущают нехватку. Я сейчас не называю себя лидером. Но для того, чтобы собрался тренинг, они должны попросить, я должна тренироваться в свои дела. Потому что мы все травмированы, не вниманием родителей. Вы утешаете, исповедуете фактически. Вы помогаете человеку вернуться к себе. Конечно. Вы возвращаетесь к тому основанию, с которым он сошел. Вы знаете, вот ваш анекдот очень хороший. Есть такой хороший еврейский. И Господь сказал, что через две недели будет потоп. Батюшка говорит, так, правоверные, православные, все, готовимся. Через две недели возносимся. Господу все, все, распродавайте, молимся. Иудей говорит, уважаемые братья и сестры. У нас есть две недели, чтобы научиться жить под водой. Вот, собственно говоря, я там просто его сократил. Вы понимаете, мы все предлагаем людям счастье. Но в книге под названием Библия или Евангелие это слово отсутствует. Правильно. Но зато там сказано, что старство Божие находится в человеке. Надежда. И когда люди приходят на тренинг, мы им не сверху это говорим, вот твое счастье, а ну вот там, иди, делай вот так. Иди за ним. Мы говорим, ты уже в этом. Вот. Вот это ключевая вещь. То есть вы раскрываете личность. Это называется трансформация. Из того, что уже есть в человеке. Найти, правильно использовать, интегрировать, осознать. Опять же, невозможно это делать с массой людей. Это возможно делать только индивидуально. Что невозможно? Если я всем сейчас задам, я сейчас микротренинг. Пожалуйста, подумайте о том, что вас радует. Подумайте, давайте обращайтесь к аудитории. В чем моя ошибка сейчас? Подумайте о том, что вас радует. Все подумали. А крайне дальше мы с этим работаем. Я знаю. Дальше люди такие, опа. А 90% людей, они никогда даже не задумывались ни о чем. Они просто, они в авторежиме. Они, ну это вот, они в режиме зомби. Абсолютно. Живут как живут. Мы просто говорим, подумаем об этом. Скажите, о вас в тренинге лично, вот вас. Сейчас не о сотрудниках речь, да? Вот вы пошли на тренинги. Вы пошли туда с проблемой, которую вам удалось решить? Нет, я пошел туда за знанием, потому что осознал, что людям это нужно. Я прошел туда не себе проверить, как это работает. А какие-то навыки приобрел я, такие как больше ответственность, да? Борьба со страхами. Я увидел, как на других людях со страхами работают. Я взял свою бывшую супругу туда тоже, и я посмотрел за ней, как на ней это работает. Она перестала бояться страхи. У нее исчезли страхи. Страхи это основное, что сдерживает общество и людей в достижении каких-то результатов. У нее исчезли страхи, или она вам сказала, что у нее исчезли страхи? Ну вы сегодня много говорите про страхи. Вы сегодня лично много говорите про страх. Я не могу это вам не вернуть, как зертальное отражение. Это означает, что у вас еще остался страх. Вы знаете, в Евангелии, когда Христос проповедовал, он говорил... Моментальная диагностика в стиле психотерапии. Подождите, подождите, подождите. Значит, священник и психотерапевт это страшная стиля. Иисус Христос говорил, фарисеев по рождению Ехиднина, то есть змеи на отродье. Оскорблял? Ну да. Оскорблял. Покайтесь, он говорил. Он говорил другим, третьим, каждой группе на горно проповедь. А потом приходил к 12 ученикам, к 3 ученикам, к 1 ученику. И с ними общался, чтобы они изменили мир. Понимаете, мне кажется, что вот мы сейчас путаем две вещи. То, что мы делаем публично. И то, что тренинг личного спроса для бизнесмена, для спортсмена. И так далее. Для просто обычного человека это разные вещи. И мне кажется, что без ответственности, без законодательной базы. Вот если есть закон о свободе совести в регионных организациях. Мы как религия, мы прописаны в законе. Мы за. Медицина прописана в законе. Мы за. Все прописано в законе. Простите, а насчет ответственности. Вам же не прописано, чтобы проповедовать дословно. Как написано? Дословно. Дословно? Нет, что? Нет, нет. Согласно своей доктринной конфессии. Здесь церковь осуществляет контроль над этой ситуацией. Да, сама церковь. Попробуй какую-нибудь проповедь. То есть есть некий институт? Есть некий институт, конечно. Есть некий институт, который стоит над всей структурой. Я архиепископ, я смотрю над тем, чтобы священнослужители не несли, простите меня, ересь. Если вопрос, чтобы тренера здесь не верить, то я вас уверяю, все профессиональные тренера, да, там, 10-15 лет работы в своей компании, все мечтают, чтобы появилась некая структура. Вы не сделаете срок какой-нибудь. Которое что? А кто сделаете? Либо есть профессиональные тренеры. Вы сколько лет в церкви? Только и всего, да. А тренинговому бизнесу в России всего там несколько десятков лет. Нет, 30 лет. Приведут некие процессы. Я могу сказать, что больше тренеров поддерживают это, однозначно совершенно. Идут процессы. Нет, господа, давайте вернемся к сути вопроса. Да, суть вопроса все-таки в том, что мы берем человека, вынимаем его из жизненного контекста. Не, не, он сам. На три дня. Ну, сам, 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 сам. Он здоровый человек. Сам ушел. Сам ушел. Он здорового человека. Но главный тезис наш. Не всегда здоровый человек. Наш главный тезис заключается в том, что его бытие не будет определять его сознание после того, как он вернется с тренинга. О, помните, как в фильме? Он сам пришел. Я радости повод не нужен, говорят на тренингах. Позвольте. Я не завису от того, что вокруг меня мне плевать на эту погоду. На нищету, на кризис нам плевать. Я счастлив. Я счастлив. Ну, еще раз, система Саниславского позволяет поверить, чтобы вжиться в роль Саниславского. На период спектакля. Не верю. Система Саниславского, опять же, работает индивидуально. Тоже индивидуально. Это работа индивидуальная. Это обучение персональное, и только на сцене. Не на сцене, а не в жизни. Учились по системе Саниславского по книгам. Без вообще преподавателей. Без вообще преподавателей. Она, в принципе, рабочая система. Мне просто интересно спросить у коллег-психологов. Вот когда вы работаете с людьми, их жену воспитывали. Взрослые, вроде как здоровые люди. Родители, преподаватели, учителя в детском саду, воспитатели и так далее. Вы, вот если вы составите список того бреда, который людям наговорили. Я тебя отдам цыганам, будешь себя плохо вести, тебя папа любить не будет. И давайте еще тысячу миллионов пунктов сюда напишем. И вы сейчас с этим работаете. Так это же тоже был какой-то тренинг. Люди так обусловлены. И сейчас вы позволяете им это осознать. Перепрожить. Заново получить новый опыт. В любой методике. Вот метод. В чем вопрос? Работаем ли мы? Чем это отличается от хорошего тренинга? Вытаскиваете вы из них информацию? Нет. Это работа индивидуальная. Здесь подключается еще то, что медики говорят. Процесс внутреннего, психологического, эмоционального включения опыта. А все, что аналитики называют, контрперенос и перенос. Вы работаете еще с эмоциональным миром. Потом вы четко знаете ограничения. И вы знаете, что все психологические конференции последних десяти лет поднимают только одну тему. Можно или нет изменить структуру личности человека? И ответ неутешительный. Нельзя. Нельзя. Это все мы знаем. Наука нам говорит, нет, но у нас есть желание это сделать. Мы говорим, что в рамках сложной структуры человек может менять достаточно широкий диапазон. Изначально заложенной структуры. Почему после тренинга она не может надеть платочек, включить музыку и вымыть свой подъезд и окна? Почему после того, как она встретилась с женщиной? Может я на тренинге мыл лифт лично? И улучшит свою жизнь? С удовольствием мыл лифт, но только на тренинге. Присутствие соседей. Может ни разу не мыл. Вы знаете, мне кажется, вот священник. Как служит священник? Вот тоже отверженность. Боль детства. Папа, который бросил семью. Мама, который совершал на глазах детей. Вот это когда все вытаскивается, можно засунуть и опять это. Но в церкви есть другая традиция, совершенно уникальная двухтысячелетняя традиция, когда все это исповедуется и прощается. И человек понимает, что он прощен. И он начинает новую жизнь с нового листа. Он больше не вспоминает то, в чем он когда-то жил. Задача сегодня священника помочь человеку стать новым. То есть обновить его. Не сказать, вот это плохие были папа, мама. Вот это они тебя там истязали. Вот тебя бросили. Вот тебе... Церковь помогает прощать. Она помогает прощать и любить. Метод работы. Вспомнить, понять, проговорить. Мы делиться. Мы делиться. Выговорить прощать. Годами. Никогда не будет. Годами. Долго. У вас долгие. И очень важный вопрос, что церковь никогда не берет за это деньги. Впрямую мы говорим. Впрямую не берет. Пожертвование это решает каждый сам. У цены подобных мероприятий в церкви или где бы это ни было с Богом, у нее нет цены. Так мы не мешаем. Стоп, стоп, стоп. А вы что, за бесплатное обучение, что ли? Бесплатное только в машину. А у вас есть цена... Подождите, это базар. Базар уже. А у вас есть цена и нет никакой гарантии. А в магазине, что мы покупаем, у того есть цена и у того есть определенная гарантия. Мне кажется, у вас вообще на самом деле нет противоречия. Нет у вас противоречия. Нет, у вас противоречия. Это миссия церкви, миссия психология. Для того, чтобы люди научились быть счастливыми. Они не все люди хотят это обпереложить на церкви. Мне кажется, это ключевая миссия психологии. Кто-то хочет научиться жить. А на самом деле я не вызвала себя миссию сделать людей счастливыми. Я хочу сделать его счастливыми. Вначале вы должны быть сам счастливым человеком. А я сам и есть счастливый, в моем имя Лаки. Сергей Васильевич, а почему же бывшие Лаки, почему же нам и много путей счастья? Вы ее сделали счастливой, свою бывшую жену? Конечно. Делаю дальше. Давайте вы пригласим на следующую передачу спросить. Друзья мои, если совсем убрать все страхи, мы с катушек уйдем вообще. Совершенно верно. И то, что храм говорит о том, что нужно жалеть своих детей. Нужно бояться потерять любимого человека. Нельзя хаметь. И от того, что вот эту харизму и волю кто-то открыл, кто сказал, можно все. Это с прошлого века тебе училки в школе сказали, они были неправы. И человек попер с вылопленными глазами, надел кучу ошибок, поразводился. Бизнес потерял. И потом, куда он приходит к психотерапевту? Не смогла я. Не надо идти на тренинг. 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 То есть не слушайте тем, кто говорит, что я сходил. А то и кончать жизнь в больнице или где-нибудь, или кончать жизнь самоубийством. Вот где это грань. И мы как раз и говорим о том, что надо привлечь внимание к этой ситуации. Но это редкий случай. Нельзя ходить на тренинги, которые я сходил. Иди, мне надо привести другого человека и другого. У вас в сюжете был кадр закапывания людей. Да. Закапывали людей. Вы знаете, откуда это делось? Откуда? Тысячи лет уже. Тибетские ретриты, вот эти все депривационные практики. Все про это знают. Вопрос в одном. Это делают непрофессионалы, которые не понимают, как с этим работать. Я лежал под землей, но со мной работало три профессиональных психиатра в этот момент. Они работали под мой запрос, мой собственный запрос. Я добровольно туда залез. А зачем вы там лежали? Зачем я там лежал? Я прорабатывал свои страхи те же самые, какие-то мысли и так далее. Повышал осознанность в рамках большого тренинга личного роста. Алексей, в Европе это запрещено. Я могу сказать, что у меня прекрасный результат. Вот я стою живой, здоровый, меня выкопали, все хорошо. А в Европе говорят, это запрещено. Во Франции тренинги запрещено. Во Франции тренинги запрещено. Я вот тоже отказался закапываться. Еще раз, я взрослый человек, отказался. Я согласился, согласился. Мы же говорим... Но вы же понимаете, с точки зрения психологии, мы все дети. Я пришел к психоналитику, что я в этом понимаю? Вы взрослый человек, вы должны были думать. О чем мне думать? Алексей, форма куда вас помещает? 30 человек, это класс. Это дети. У вас будет опять внутреннего ребенка. Он должен заговорить на тренинге. Только тогда тренинг успешен, удачный. Это манипулятивная техника. Конечно. Раскачивается внутреннее детство. Ты должен быть ребенком. Законодательная база должна быть у тренингов. Что сейчас происходит? Обязательно. Обязательно. Государство Патарова. Это было бы здорово. Обязательно. Значит, это должен быть вид деятельности, который должен лицензироваться. Или, по крайней мере, саморегулированная организация. Должна быть удержденная программа. Кто-то должен осуществлять контроль над этой ситуацией. Это обязательно. У меня есть предложение. Я предлагаю, кстати, вот тренерам создать, может быть, саморегулирующую организацию, ассоциацию. Вот как я сейчас создаю ассоциацию стриптиз клубов России. Для того, чтобы вырабатывать законы, да, вместе с государственной соборегуляцией. Я с этим боюсь услышать. Не изменяй жене. Люби ближнего своего. Нет, ну не надо с этим бороться. Нужно просто... Я вас приглашаю. Есть люди, которые неженаты. Грешника люблю, грех ненавижу. Ну, вы увидите, вы увидите своими глазами. Вы знаете, мы готовы вам помочь. Я вообще на общественной палате Российской Федерации. Ассоциацию тренера. Готовы вам помочь. Создать эту ассоциацию. Сделайте, пожалуйста. Пожалуйста. Сейчас же уже не делают гинекологи пластических операций. Потому что в один день взяли и сделали закон. И теперь только сначала проходишь кожевер, да, интернатуру, потом косметологию, и потом ты становишься в хирургию на лицо. Это должна быть огромная кропотливая работа проделана. Вот так. Собран опыт. Абсолютно верно. Здесь должна быть создана ассоциация. Абсолютно. Рабочая группа, которая должна послушать мнение всех сторон. Это не может быть принято одним днем и одним решением. Это многолетний опыт, который должен быть собран в единую кучу. Дайте рекомендацию. Время для старта пришло. Пока мы создадим ассоциацию, пройдет много лет, передерутся все эти ассоциации Миросовой. Каждый захочет, да. А на тренинги люди ходят прямо сегодня. И на этих выходных в Москве порядка 70 тренинговых центров, которые в этом видео были описаны как сомнительные и которые назвали сектой. Эти 70 тренинговых центров продолжают вести тренинги. А в 30 еще больше. Давайте дадим рекомендацию нашим зрителям, как отличить, ну, какие-то простые параметры, как отличить хороший тренинг от нехорошего. Вот я могу первую дать рекомендацию важную. Вот первая важная рекомендация. Если вас на этот тренинг тащит силком друг, которому дали в обязанность набирать новых членов, то, что называется вовлечение. Это секта. Это секта. И этой секте плевать на то, кто туда пришел, какой туда человек пришел. Потому что их цель тебя не вылечить даже, если бы это было возможно. Не сделать тебя счастливым. Их цель, чтобы ты потом потащил туда своих друзей. Это цель собирания идей, выжимания идей. Я бы акцентировал внимание на другом критерии. Это второй. Я бы выдал другой больше критерий, потому что, ну, окей, как бы, там друзья у всех разные. Некоторые могут потащить и на второе высшее образование, да? А человек с паникой решит. Их там не обязаны это делать. Ну, обязаны, не обязаны, все размыто. Это важно. Значит, есть следующие такие два черных критерия. Во-первых, должно быть понятно, кто ведет. Верно. Да? То есть должно быть много информации о тренере, какие-нибудь там фотографии, описания, там бэк-граб. Ну, и так далее. Явная открытия, которую можно проверить, понятно. Второй момент. Должно быть понятно. Скажите, а как можно проверить то, что написано? Тренер, диплом такой-то. Ну, приехал в офис, посмотрел диплом. Ну, а в чем проблема? Ну, как нет? А что сложного? Вы же прекрасно понимаете, что сегодня эти дипломы выдаются налево и направо. И обычному человеку очень сложно определить. Давайте без паранойи. Давайте без паранойи. Давайте без паранойи. Да, это можно и деньги проверить. А как? А вдруг фальшивки? Такие сейчас фальшивки. Ай-яй-яй. Да, только вы знаете, перед тем, как принять все эти критерии, нужно договориться. Секундочку. Второй момент. Должно быть понятно, чему учат. То есть, на качественных тренингах, если ты задаешь вопрос, тебе подробнейшим образом объяснят. Смотри, мы тебя можем научить тому-то, тому-то, тому-то. Хочешь? Если человек говорит, да, меня это устраивает. Ему там говорят, допустим, ограничения, что для этого тебе придется то-то, то-то. Ну, например, присутствовать с утра до вечера, да, там, внимать, прийти там, трезвым, да, угодно. Значит, выключить мобильные телефоны, чтобы тебя не отвлекали, и все такое. Хочешь, хочешь, все. Если человека устраивает, он понимает, кто его будет учить, он понимает, чему его будут учить. И самое важное, он сам внутри себя понимает, зачем он хочет этому научиться, да, то, в принципе, на эту тренинговую компанию, ну, можно, в принципе, идти. Видите, о чем Александр говорит? А у меня вопрос к Алексею. Алекс, вы как ведущий, вы говорили, что вы прошли тренинг у того же тренера, что и я. Как вы для себя оцениваете, был ли полезен этот тренинг для вас, или он был вреден для вас? И какие пользы вы от этого вынесли? Ну, вы знаете, это можно по-разному сказать. Если ты наступил во что-то, да, это, может быть, повод расстроиться от запаха, может быть, повод сменить ботинки. Ну, так в данный момент. И повод употребить в удобрение. Или поле употребления. Вы посоветовали своему пойти какой-то тренинг? Я думаю, что это, опять же, да, в чем вопрос? Вопрос в том, что вы задаете вопрос лично мне. Да. Но вы же учащите в том же тренинге. Конечно. Совсем не то, что ощутил еще кто-то, еще кто-то и еще кто-то. Это доказывает, что опыт индивидуален. Это говорит ровно о том, что одна и та же сила удара на разных людей действует по-разному. Знаете, что нас всех примеряет? И что мне, например, очень нравится в сегодняшнем разговоре в том, что этот разговор актуален. А почему он актуален? Потому что все-таки наше общество пришло к тому, что мы думаем не только о том, что положить себе в брюхо, да, или там надеть на себя. И не о каких-то банальных удовольствиях мы стали задумываться о том, что происходит у нас в душе. Это вот только-только началось. И в этом есть главный смысл – возрождение целого народа. Может быть, это действительно у нас получится? У нас есть у всех будущность и надежда. Да! Спасибо. Продолжение следует...